Роза в горшке. Очень много домохозяй предпочитает комнатную розу другим растениям. Увлеченные цветоводы тем более не могут устоять перед этим прекрасным цветком. Роза горшечная обязательно должна быть в каждом доме хотя бы потому, что красиво цветет практически круглый год, а когда надоест ее, можно высадить в открытый грунт. Но как за ней ухаживать в домашних условиях знают немногие. Что нужно знать новичку перед покупкой горшечной розы? Качество цветения не зависит от количества соцветия растения. Очень важно, чтобы цветок имел много молодых побегов. Их количество и здоровый вид говорят о том, что роза прекрасно себя чувствует в предложенных условиях. К тому же, во время пересадки такое растение проще приживается. Но на этой процедуре не заканчивается уход из-за домашней розы. Роза в горшке новичок. Перед началом выращивания розы в горшечке в домашних условиях должен знать, как адаптировать растение комнатной температуре, как проводить контрастный душ, какие вредители и болезни могут поразить растение. Роза, как цветок в горшке, очень капризная и требует к себе пристального внимания. Начинающий цветовод может столкнуться с трудностями сразу же после покупки растения, принеся его домой. Пышные цветы, которые радуют глаз на полках магазинов, обязаны специальным стимулятором, действие которых непродолжительное. Даже упаковка у таких цветов содержит стабилизаторы влаги. Без этих средств растение может быстро засохнуть. Чтобы этого не случилось, нужно принять некоторые меры предосторожности. Как только роза в горшке попала домой, ее нужно вытащить. Из упаковки, которая помогает удерживать влагу, провоцируя развитие грибковых заболеваний, нужно сразу срезать испорченные листья. Несущий стебель и бутоны рекомендуется удалить, так же, как у кустовой розы после покупки. Если в одном горшочке несколько растений, то их нужно рассадить, следует обработать розу противогрибковыми средствами типа фитоверема или фитоспорин. Также этими препаратами опрыскивают растения, чтобы избавиться от вредителей. Правильное выращивание розы в горшке выше перечисленными мероприятиями не ограничивается. Что нужно знать перед покупкой роз пересаживания розы в горшок после покупки. На полках в магазинах растение продается в горшке с торфом. В домашних условиях при пересадке в другую емкость корневую систему розы нужно очистить от него. Это в дальнейшем упростит задачу по уходу за цветком. Обратите внимание, если не провести такую процедуру, то в емкости с розой будет два типа грунта, что они есть хорошо для цветка. У цветовода могут возникнуть проблемы следующего типа. Корневой системе, находящейся в торфе, не будет поступать достаточное количество воды, даже если верхний слой земли будет насыщен влагой в достаточном количестве, не будет возможности узнать, достаточно ли влаги. Для растения, так как в торфяной слой нет возможности заглянуть, в некоторых случаях цветок может сгнить, если не придерживаться правил агротехники. Прежде чем пересаживать растение в другой горшок, нужно его тщательно осмотреть, удалить все отсохшие части, а также обязательно оборвать цветонос. Если этого не сделать, то у растения замедлится рост и оно может погибнуть. Поэтому стоит дать растению время, чтобы адаптироваться комнатным условиям. После того, как корневая система полностью окрепнет, на цветоносе появятся новые цветы. Пересаживание розы в горшок После покупки, чтобы правильно выбрать горшок, стоит учитывать оттенок цветка и окружающий его интерьер. Лучше всего выбирать их из дерева или керамики. В редких случаях используют горшки из пластика, так как они менее надежны. Длиняные тоже не подойдут, так как стенки горшка будут впитывать воду, отбирая ее у растения. Субстрат в горшке должен пропускать влагу и воздух. Лучше всего, когда в состав входит по четырем части дерновой земли и перегнояк одна часть песка. В магазинах продается уже готовый субстрат для пересадки комнатной розы в горшки. Также в горшке стоит предусмотреть дренажную систему, чтобы вода проходила через весь субстрат. Главное, чтобы дренажные отверстия не выпускали влагу слишком быстро. Важно! В качестве удобрения после пересадки нужно внести в почву и пин, чтобы роза быстрее пошла в рост. Как пересадить черенок розы в горшок после покупки? Черенкование является самым эффективным способом для размножения комнатных роз в домашних условиях кустарниковой королевы сада Флорибунт и многих других разновидностей этого рода. Существует легенда, что однажды ветка шиповника, от которого произошли современные розы, упала на землю и проросла прекрасным цветком. Растение из черенка приживется намного быстрее, чем то, которое выведено селекционным способом. Лучше всего использовать вегетативный способ черенкования. В качестве основного материала используются ветки, которые остались после обрезки. Стебель в длину не должен превышать 15 см и иметь как минимум 4 почки. Обратите внимание, чтобы побег пустил корни, его помещают в раствор, который готовят заранее. В него входит вода и активированный угол или смесь торфа с песком. Настоевовых веток также отлично помогает быстрому образованию корешков на черенке. Ветка пускает корни через 2-3 недели. После этого розу пересаживают в отдельную емкость. При использовании смеси торфа с песком черенки помещают в импровизированные тепличные условия под пакет. Если появляются новые листочки, это значит, что корневая система развивается активно. Постепенно растения адаптируют комнатным условиям. Пересадка комнатной розы в горшках допускается в весенний период или в конце августа. Как пересадить черенок розы в горшок? Как ухаживать за розой в горшке? Каждый новичок-цветовод хочет знать, как ухаживать за розой в горшке. Правила полива про оптимальный температурный режим. А уход за горшочной розой очень прост и состоит из следующих мероприятий. Правильное освещение. Растения очень любят нежиться на солнышке, но важно помнить, что попадание прямых солнечных лучей вредит растению. Бутоны увядают и опадают, а соцветия быстро раскрываются и тут же отваливаются. Зимой, когда естественного света недостаточно, рекомендуется использовать специальные фитолампы. Их световой диапазон должен охватывать синий и красный спектры. Влажность воздуха должна находиться в разделах нормы. Продолжительность жизни растения и пышность его светения напрямую зависят от этого показателя. В летний и зимний период в квартире возле растения должен циркулировать воздух. Кроме этого, нужно несколько раз в день опрыскивать розы из пульверизатора. Влажный керамзит в поддоне, куда помещается горшок с комнатной розой, отлично поможет выйти из создавшейся ситуации и обеспечит постоянной влагой. Полив. В жару следует обеспечить растение обильным поливом. С сентября розу нужно переставить в другое место на осенний и зимний период. Частота полива в это время уменьшается, растение ставится подальше от батарей в охладное помещение. Из поддона рекомендуется сливать лишнюю воду. Цветок может сгнить, если его много поливать или, наоборот, начать сохнуть из-за недостатка влаги. Во время полива вода должна быть комнатной температуры. Температурный режим. Не рекомендуется допускать перегрев комнатного растения, так как это приведет к развитию заболеваний. Как правильно обрезать розу после цветения в горшке? Это лучше всего делать в осенний период. Побег укорачивается до пяти почек. Тонкие и слабые ветки также обрезаются. Покой. Как только опадет последний цветок, начинается период покоя, который продолжается до февраля месяца. Для некоторых может показаться, что вырастить розочку дома на подоконнике нереально. Но все возможно, если строго следовать правилам, описанным выше. Уход за цветком начинается сразу после его приобретения. Если упустить хотя бы малейшую деталь о пышном цветении розы, можно и не мечтать. Продолжение следует...